Сегодня мы продолжаем нашу тему, которую я начал уже давно. А в прошлой четверг, когда я проповедовал, я проповедовал, учил об отношениях, которые на нас влияют. И мы начали разбирать отношения родителей к детям. Это отношение на нас влияет. Пастор Генри, а я уже не дитё, зачем мне это знать? Несколько причин. Первое, потому что тебе нужно влиять на других детей, на своих детей. Два, тебе в служении нужно наставлять других людей, как правильно к своим детям. Три, ты можешь видеть, что не хватало тебе в отношении твоих родителей к тебе. И что даст много объяснения тем проблемам, которые возможны в твоей жизни. И легче разобраться, понимать, в чём меняться, в чём молиться, от чего отказаться, что убрать. Потому что иногда мы наезжаем на человека сегодня, а вся причина была не сегодня, а ещё раньше гораздо. Поэтому это важно. И четвёртый, потому что как христианин, любая истина из Библии даёт тебе свободу. Неважно какая. Возможно, тебе кажется, оно тебя не касается. Но всякая истина, которая откроется тебе, она принесёт определённую свободу. То ли это истина о последнем времени. Многие люди говорят, мне неинтересно слушать о последнем времени. Или когда Бог сотворил небо и землю. Смотрите, любая истина, которая откроется тебе, неважно в каком направлении, она всегда приносит свободу. Потому что Библия говорит, познайте истину. Там не говорится, познайте истину об исцелении, об прощении. Написано, познайте истину. Какую? Любую. И любая истина сделает тебя свободным. Раньше, когда я ещё был неопытным в служении, когда мне надо было проводить собрание исцеления, я всегда проповедовал об исцелении. Потому что я думал, для того, чтобы люди получили исцеление, им нужно слишком много об исцелении. Это раньше я так думал. Это ошибочное понимание. Потому что я пришёл к выводу, любая истина, абсолютно любая, которая бы говорилась, имеет внутри себя взрывную силу, чтобы дать человеку свободу. Теперь я говорю об исцелении только неверующим. Я имею в виду, когда я прихожу среди неверующих. Они ничего не знают, ничего не слышали. Христиане, которые наизусть знают все стихи об исцелении в Библии. Я им проповедую истину, которую Бог имеет на данном моменте. И исцеление они получают не меньше. Потому что истина, которая тебе открывается. Если я прихожу к неверующим, я не говорю глубокие вещи. Потому что они не поймут. И свобода не будет. Когда приходит свобода? Когда истина открывается тебе. А если это слишком сложно для новоображения, он ничего не понял, естественно, ничего не получит. Поэтому важно, чтобы мы ценили, уважали истину. Скажите Амин. Мы с вами говорили о том, что родители не раздражайте детей. Сколько раз ко мне подходит мама в церкви, говорит пастор Генри, «Мой сын одержимый». Почему? Он меня побил. Но вы знаете, когда мама говорит, что сын меня побил, естественно, все мы думаем о сыне, который звери. Сразу. Даже нет ни о чем говорить. И естественно, сын не имеет права бить маму. И вообще бить кого-либо на этой земле. Но, когда начинаем разбираться, можно выяснить, что, возможно, мама ругала сына рано утром, когда просыпался, в 10 часов на 1 час, в 12 часов на 1 час, в 5 часов на 1 час, в 9 часов на 1 час, в 10 часов на 1 час. И в конечном итоге сын настолько стал раздраженный, что ударил. Сам жалеет, что он это сделал. Но Библия-то предупреждает родителей, не раздражайте детей. А почему такое предупреждение? Потому что у детей есть привычка раздражаться легко. Не говорится-то, что дети не раздражают родителей, правда же? Потому что родители выросли за это время. Они выдерживают, а дети, их умение выдерживать давление, маленькое. Вот поэтому, вы знаете, что в жизни есть некоторые информации, которым детям нельзя дать. Потому что их психику, мышление не готовы принимать. Сломают их. Не все вещи надо говорить. Я знаю, есть такие мамы, папы, которые, прости, что тут такого. Они что пришло в голову, то и бросают на детей. Я считаю, что механик, который ченит машину, он очень внимательный. Ого, не дай Бог, ошибка. Но родители гораздо менее внимательны в выращивании своих детей, чем механик, который ремонтирует велосипед, между прочим. Они настолько бросают, что пришло на голову, когда пришло, не понимая, что либо теряют уважение от детей, или разрушают психику ребенка. Давайте мы немножко поговорим о том, что не раздражать детей. Мы говорили в прошлый раз. Я даже вам дал список или не дал список, как обычно родители раздражают своих детей. Я вам дал этот список. На всякий случай повторю. Физическое насилие. Это бить ребенка без конца. Оно может вызвать раздражение. Психологическое насилие. Это особенно унижать его в присутствии его друзей, или в присутствии людей. Дети тяжело переносят, когда их унижают в присутствии своих ровесников. Тяжело. Если родители умеют хранить тайны своих детей, не рассказывать повсюду все, что с ними было в детстве, что они ели, что они надо было есть, чем они мазались, и они надо было хранить это. Не говорите. Потому что вы точно так же были в свое время. Поэтому это психологическое насилие бьете ребенка. Обдумывайте, что вы говорите, когда за них не заботятся. Не то, что дети считают, что обязаны, но вы знаете, в ребенке вложено, что ответственность меня кормят, меня одевают, мне помочь. У кого лежит? Он даже не думает. У родителей. То есть даже не приходят, может, соседи. Нет, нет, нет. Автоматически родители. И когда родители не заботятся, у ребенка возникает раздраженность. Автоматически. Поэтому лучше подходить к ребенку и объяснять. Нам не получается это, это, это. Но мы попробуем максимально, чтобы ребенок видел, что он не просто брошенный, оставленный. Номер четыре. Когда есть повышенные ожидания, и при том их, мы не стараемся понимать, повышенные ожидания, когда тебя ожидают больше, чем ты можешь. Нужно всегда, конечно же, какие-то ожидания детей должны быть. Мы должны направлять их куда-то. Но повышенные ожидания сломают любого человека. При том, повышенные ожидания бывают не только по отношению к детям, а бывают по отношению к мужу, по отношению к жене, по отношению к родителям, по отношению к сотрудникам, по отношению к началникам, по отношению ко всем людям. Повышенные ожидания. Но не ошибайтесь здесь. Не называйте повышенные ожидания, если от вас требуют то, что они видят, что вы можете. Вот, например, если ты начальник, и ты видишь сотрудника, знаешь его способность, и ты в курсе, что это преодолеть может, но он пытается нагрузку себе уменьшить наполовину и называет твое требование как повышенное ожидание. Нет, это не соответствует. Когда мы видим, что у человека есть способность, потенциал есть, наши требования повышенные будут развивать его дари, его талантов. Невозможно развивать человека, если мы не требуем ничего от него. Вот Евросоюз иногда в этом ошибается. Настолько все регламентирует законом, не трогает детей, ничего, они становятся потом бесполезными детьми. И вы знаете, болезнь Европы всегда какая была? В период процветания, потом в период разложения, и нужно импортировать работников откуда-то. И через время так и произойдет. Не потому, что в Европе плохое образование, но от детей ничего не просят, не требуют. Хочешь – делай, не хочешь – пожалуйста. Тебя заставлют нарушение прав человека. И получается, дети вырастают вообще без ничего. Но при этом все, что надо требовать, повышенное требование сломает любого. Будьте умеренны в ваших требованиях. Следующее – отсутствие любви. Отсутствие любви раздражает любого ребенка. Потому что он ожидает, в нем вложено такое ожидание от Бога. Это очень важно. Следующее – раздражает их, когда мы заставляем их принять наши цели, наши точки зрения. Вы знаете, что есть такие люди по натуре? Особенно, если вы лидеры по натуре, да? Есть такие люди, которые вложены в лидер. Просто где бы он ни был, он лидер. Он сразу и действительно полезнее вещь. Но все такие люди… Недавно Миряша меня обвиняла, что она искала метод, как меня обличить, но так, чтобы я не обиделся. Говорит, папа, я у тебя это взял. Я говорю, что ты взяла у меня? Говорит, что моя точка зрения всегда правильная. Я говорю, ты хочешь мне сказать, что я всегда так отношусь, что моя точка зрения всегда правильная. Но я не сказал, это плохо или хорошо, но действительно я знаю, что любой человек, у которого лидерские обычно двигатели, они обычно так приносят свое точке зрения, что после них никто не имеет права говорить. Да, такие люди нужны. Скажите, аминь. Скажите, такие люди нужны. Когда они нужны? Когда они работают, они руководители ведут, они нужны, чтобы они сказали, что надо делать, и команда двигается. Но когда ты с кем-то наравне, или ты с кем-то дискуссию ведешь, и ты будешь так относиться, что твое мнение все должны, то с тобой никто не захочет. Не работает ничего. Поэтому нужно учиться, что даже если твое мнение право всегда, но нельзя его заставить другим. Ни аргументами, ни настроями, ни мимиками на лице, ничем нельзя заставить, особенно когда касается детей. Потому что, между прочим, мнение родителей чаще всего правилное по отношению к детям. Но дети об этом еще не знают. А если мы заставим это правилное, они просто не примут. Скажите, у вас было в жизни, когда вам говорили правилные вещи, но вы были раздражены, и вы не приняли? Не потому, что неправильно, а потому, что вас раздражали. Через пять лет вы приняли. Но самый раздражительный фактор закрыло вашу способность принять. И это проблема часто со многими детьми. Потому что они хотят принять, но их так раздражают родители, что они не могут принять. Поэтому важно, и последнее, когда мы не признаем свои ошибки, мы раздражаем детей. Теперь давайте двигаемся дальше. Шестая глава к Ефесянам, четвертый стих. Библия говорит. Вы, отцы, не раздражаете детей ваших, но воспитываете их в учении и наставлении Господним. Сегодня мы на этом будем делать ударение. В прошлый раз мы на раздражение, сегодня на воспитание. Написано, вместо того, чтобы раздражать, воспитываете их. Это слово «воспитывает», «воспитывайте» имеет еще одно значение, «выращивайте». Но, наверное, это неправильное слово до конца. Выращивать можно овощи, по-моему, да? Но так и мы, идея такая. Кто-нибудь из вас посадил дерево в жизни, и вы оставили, или вы бросили быстрее всего? Примере не подходили, потому что вы привыкли бросать. Капусту кто-нибудь посадил? Капусту посадили. И все? Или еще? Довели до конца? Пшеницу довели до конца? Но вот, чтобы довести до конца, помидоры лучше, пример. Кто-нибудь помидору насадил? Помидоры требуют ухаживания. Оставить помидор, ничего с них не выйдет. Но не увлекайтесь слишком много химикатами, потом они вам вредят. Но, точно как, даже больше, мы выращиваем помидоры, выращиваем фрукты, детей надо, когда говорится воспитывать, имеется в виду, как бы взять и выращивать. До полной зрелости. Это не просто, вставай, глупец. Не, не, не. Надо выращивать, надо воспитывать. А многие родители не хотят. Но выращивать, что легко выращивать. Но даже капусту легко, потому что за один сезон, за пару месяцев, по-моему. А дерево сложно, потому что много лет. А ребенка сложнее, потому что и много лет, и имеют волю свою. Но надо воспитывать, выращивать. Скажите, воспитывать и выращивать. Притом, говорится, читаю, здесь написано, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их. Не раздражайте, но, заметите, не говорится, что это идет вместе. Это или, или делаю раздражительные вещи, или по-другому иду. Когда я раздражаю ребенка, он не воспитывается. Он теряет воспитание. И когда говорится, какой невоспитанный мальчик, иногда это не потому, что родители не говорили. Говорили, но мальчик раздражен был и не принял ничего из того, что ему говорили. Выращивать ребенка, это не одно и то же, с тем, что кричать. Вот поэтому надо воспитывать. Притом написано в оригинальном переводе, воспитывайте и выращивайте их бережно. Это русское слово или украинское? Русское. Бережно. То есть, со всяким вниманием, чтобы ничего не пропустить. Кто-нибудь работал в ювелирном заводе? Ювелирный завод. Один человек. Кто-нибудь носил что-нибудь с ювелирного завода? Кто-нибудь хотел носить что-то с ювелирного завода? Вы знаете, как они работают? Они говорят, не мешает. Тонкая работа. А ребенок еще тонче. Ювелир сидит. Потому что, если он сделает халтурную работу, никто купить не будет на 8 марта. Поэтому они вот сидят, мучаются. Господь, закончили. Хвалится продукции своей. Родители это самые большой большой ювелир. Давайте мы все скажем, я ювелир. Вы же не знали, правда же? И вот, вы ювелир, но вы не камень создаете. вы поколение нации, потому что, воспитывая его, у него будет свои 10 детей, у каждого будет свои 10. Это 110. У каждого будет свои 100. что не будет. Так, но, здесь один, у него 10, у каждого 10, это математика уже, у каждого свои 10, у каждого 10, через время, это вся нация. Вы ювелир, некоторые же даже не обращают внимания, не поняли, что они взяли на работу у Бога, быть ювелиром, чтобы формировать этого человека духовно, душевно, физически, умственно, ожидания, стремления и так дальше. Родители это ювелиры. И вы не относитесь к вашей работе легко. Маленькая ошибка, грабитель вышел из вашего ребенка. Не те слова, убийца появился, который не должен был быть. Не те подходи, террористов воспитывайте. И получается, многие ювелири создали не те продукции, потому что они к этому не вложили ничего. Так, к чему мы воспитываем? Написано здесь, четвертый стих. Но воспитывайте их куда? Выращивайте в чем? В учении и наставлении Господнем. Смотрите, когда говорится воспитывайте их, не написано учением. там не написано воспитывайте учением, наставлениями Господними. Там написано в учении, в наставления. Имеется в виду, в какой атмосфере надо их воспитывать. Потому что некоторые родители цитируют местописание на детей. Бог Бог нигде не говорил, что воспитывайте их учениями, наставлениями. Написано ву, то есть внутри учения, внутри наставления. есть есть атмосфера, внутри которой успешно можно воспитывать детей. Это ву, атмосфера, ву, учение, в наставлении. Атмосфера учения, наставления это то, что надо. Я опять же люблю эти оригиналы в многих переводах, найти все возможные варианты, которые там пишут. Вам перечисляю сразу. Первое. Воспитывайте их бережно ву, дисциплины. То есть в воспитании детей создайте атмосферу дисциплины. Но когда я воспитываю кого-то в здании, это значит и я нахожусь в здании. Правда или нет? Если я учу вас в этом здании, я нахожусь в здании? Да. Если я воспитываю вас в учении, я сам нахожусь в этом учении? Да. Если я воспитываю наставление, я сам нахожусь в наставлении? Да. Если я нахожусь я воспитываю в дисциплине, я нахожусь в дисциплине? Да. надо быть вместе с ними в учении. И вы должны там быть. В наставлении, и вы тоже. В дисциплине, и вы тоже должны быть в дисциплине. Поэтому если говорить ребенку, нужно вставать вовремя, идти в школу, а ты на работу встаешь на 6 часов позже, не сработает никогда. Не кушай после 6, а сам 8 часов, целая курица кушаете. Что тогда он сделает ребенок? Подождет, пока вы не уснете, и сам покушает остатки. Заметите, что написано, в какой атмосфере? Учение и наставление. Это должно быть в атмосфере дисциплины. Второе. То есть это атмосфера дисциплины. В доме живет атмосфера. Что у нас мы дисциплинированы. Папа дисциплинирован, мама дисциплинирован, дядя дисциплинирован, дедушка дисциплинирован, тетя дисциплинирован, бабушка дисциплинирован, собачка дисциплинирована, кот иногда. Но мне кажется, кот более дисциплинирован. Это курица не умеет. Это атмосфера. Скажите, атмосфера дисциплины. Я не сказал атмосфера криков, а дисциплины. Самый лучший метод воспитывать дисциплинированного ребенка, это создать атмосферу дисциплины в доме. Оно само собой в его жизни адаптируется. Скажи да, Амин. Амин, я когда попал в Советский Союз, я слышал очень часто. Человек разговаривает, говорит, родители непростые, наверное, у нее или у него. Наверное, военные или профессора. Из чего? Речь. Это не значит, что родители каждый день сажали ребенка. Выучи пять профессорских слов. Нет, это была атмосфера в доме. На этом разговаривали. У меня есть дядя, брат моей мамы. Вот мама родилась, потом он. Он любил джаз, музыка, есть такой джаз. И своих детей с времен детского сада не давал им слушать никакую другую музыку. В доме всегда играл джаз-музыка. Все. И в восемь лет дети знали все джазовые звезды, все, кто играл, где. И сейчас они только о джазе говорят. Откуда это? Такая атмосфера была в доме. И получается, самый сильный метод воспитания ваше – это атмосфера в вашем доме. Скажи «да, Амин». Теперь, теперь. А если в атмосфере в нашем доме, но мы пока что смотрели хорошее, а если там драки с утра до вечера, какое воспитание ребенок берет? Драться. И потом мы видим, ребенок со всеми дерется, со всеми все время. Думаем, откуда же взяли это? Атмосфера в доме. Поэтому помните всегда вашу атмосферу, которую вы создали. Нужно создать атмосферу дисциплины, атмосферу развития. Там, где написано «наставление», можно это слово «тренинг» назвать, но «тренировка». Вы когда-нибудь тренировкой занимались, футбол или бег, вас обучали, воспитывали. Создайте атмосферу учебы в доме. И папа познает, и мама познает, и все постоянно к чему-то развиваются. Такая атмосфера, так поднимет детей, вы не представляете. А если им кажется, вы знаете, есть такие родители. Мама вышла замуж, называется, доехала. Это была цель жизни, больше ни к чему, ничего, все закончено. И дети в такой атмосфере растут, это называется, мы их мозги закрыли навсегда. Поэтому, родители, даже если у вас цели уже нет, но прикидывайтесь, что вы к чему-то еще идете. Вы к чему-то стремитесь. У вас цели, вы развиваетесь, вы идете. Потому что это важно, атмосфера познавательная. Оно вдохновляет детей познать еще больше. А если атмосфера такой, дочь растет в семье. Замуж, дошла, все, это конец пути. Зачем ей учебы, да? Ей надо только юбочки найти, сандалики найти, духи, кого-то ослепить, выйти замуж, и дошла. И некоторые доходят в 16-17 лет, дошла уже. И потом она думает, почему пуста внутри? А потому что это не было окончательно, это еще не конец пути. Ну ладно, мамы, простите меня. Но не только мамы же легко до нее доходят. И папы. Вы знаете, что папа женился, работу нашел, стабилную. Ему обещали, что ему дадут работать еще 20 лет, стабилную зарплату. Дошел. Это тоже плохо. Все время создайте атмосферу развития. Достигаем. Куда идем? К чему-то двигаемся. Это нужно детям. А если вы уже дошли, как одна женщина сказала, я слышал, что можно рожать еще одного ребенка, а у меня 11, я хочу 12, как у Иисуса. Ну, 12 апостолов. Ей 50 лет. Я говорю, я хочу 12. Я говорю, хорошо. Только когда вы закончили рожать его, и ему уже 7 лет, вам будет 57, вам нужны новые цели для жизни, чтобы последующие 7 лет, до 14 лет, ребенок видел вас в стремлении к чему-то, чтобы у него тоже появился стремление к чему-то. Скажите Амин. Не слышал, но ничего страшного. Правду говорю все равно. Поэтому нужна атмосфера обучения. Три. В учения Господня. То есть, мы не просто даем детям развиваться в жизни, мы даем им духовный стержень из Божьего Слова. Атмосфера Божьего Слова, учения Божьего, или Божьих принципов в доме. Они должны быть четвертые. Должны быть Божьи наставления, подсказки, где постоянно мы советуемся с Богом. В нашей семье мы получаем совет от Бога, мы получаем это, вот эта атмосфера. Вот 4 вещи важные для развития, воспитания ребенка. И помните, это не папа, мама кричат на ребенка. Это атмосфера в доме, в которой живет. Скажите, если в вашем доме атмосфера чистоты, и ребенок уронил бумагу, что произойдет с ребенком? Ему стидно? Никто даже ему не может не кричить сразу. Ему стидно забирает бумагу, выбросит. А что если у вас в доме часто грязно? Бумагу уронил? Ну, не я же один. А у папы сколько бумагу? Ну, а мама еще больше. А у меня сестра еще больше. Атмосфера. Я хочу призвать вас к тому, чтобы начинать, менять атмосферу в вашем доме. от чистоты до всего и всего и всего. Вы хотите, чтобы дети одевали постеренные вещи? Вы начинаете одевать вещи, которые постеряли. Вы требуете, чтобы волос был помыт у детей? Начинаете требовать, чтобы у вас волос был помыт. Вы требуете, чтобы они чистили зубы? Я понимаю, что вас расстроит очень сильно. Но и вы тоже начинаете чистить зубы. Вы требуете, чтобы братик был вежливый со своим младшим братиком? Вы начали быть вежливым тоже. Потому что если вы говорите «Говори по-доброму!» И потом повернелись, кричите на мужа или на жену, это не пойдет. Создайте атмосферу. Давайте посмотрим на церковь. Когда церковь двигается, всегда ли двигается церковь, потому что только одаренные люди? Нет. Я был в разных церквях, где было много одаренных людей. Но атмосфера в церкви больше влияет на результативность, нежели самые дари одаренных. Когда атмосфера в церкви, вот почему важно иметь правильных пасторов, лидеров, потому что они создают атмосферу. Вы знаете, что есть такие служения? Я помню, я был в одной церкви, брат подходит к пастору с идеей. И пастору кажется, эта идея выше него, что ему тяжело. И все эти идеи, пастора, которые ему кажутся, они высокие. Он говорит, помолись, подумай, потом еще подумаем. Я помолюсь, я помолюсь год, я помолюсь два года, я помолюсь три года, я помолюсь четыре года, у этого брата желание что-то делать исчезло. И те, которые смотрели на этого брата, у них тоже желание умерло. Вот почему я говорю, церковь победа, мы должны быть разрешающая церковь. Что это значит? Да. Я хочу привести 200 мусульман в воскресенье. Да. Я хочу цели открывать церковь в городе. Да. Скажите, да. Я вас не слышу. Лидеры, никому никогда не говорите, ну понимаешь, это же сложно, это ты понимаешь. Никогда. Да. Потому что, когда вы это делаете, вы отравляете атмосферу роста в церкви. Атмосфера движения не умирает сама по себе. Лидеры ее убивают всегда, закономерно, везде. очень важно. И я прошу лидеров, смотрите, не уничтожили ли вы потенциалы людей в ваших служениях? Каждый раз, когда вы давали 26 причин, почему мы не можем. Через время они ничего не хотят делать. И те, которые смотрели на них, тоже поняли, не надо, там не разрешают. Там чиновники если такое, что ой-ой, никак. Люди садимся и ничего не делаем. Это уничтожает церковь больше всего. И оно должно уйти из церкви победы. И все лидеры с счастьем, радостью, с прыжком сказали не-не, лидеров я имею в виду. Ну ладно. Еще раз скажите. Мы разрешающие церковь, церковь. Скажите, создать новую церковь, что мы говорим? Воскресать мертвых, что мы говорим? Евангелизировать город, что мы говорим? Выдать на телевидение, что мы говорим? А, ваша да уменьшилась. Существенно притом. Будьте евангелистом, что мы говорим? Пастор Генри, что если они проваливаются? Пусть, лучше пусть проваливаются, но делают, чем вы из десяти пять могут проваливаться, но пять достигнут цели. А, ваша осторожность, так называемая, может уничтожить и пять, которые должны были достигать. И все с радостью сказали Аминь. Когда вы воспитываете детей, одно из самых сильных действующих элементов это молитва. Особенно это говорится в наставлении Господня. Чтобы Бог подсказывал вашим детям, вам нужно за них молиться. Скажите, молитва. Кто-нибудь умеет молиться? Покажите. Вы так молитесь? Олес, ты так молишься? Ты меня удивил. Я думал, ты умеешь молиться по-настоящему. Оказывается, ты все так делаешь и все. Маловато. Кто-нибудь еще умеет молиться? Олес не умеет. А вы умеете? Кто-нибудь умеет молиться? Слышу. Они не соображают, не догоняют. Лусине, ты умеешь молиться? Я слушаю. Можно? О, вот, поняла она. А все говорят, вы умеете молиться? Да, я слышу. Да, я хочу слышать, как вы молитесь. Она молится, она говорит, Господь благослови. Это тоже подходит. Кто еще умеет молиться? Слушаю вас. вот так вы молитесь? Господь мне в отставку может быть? Вот церковь, они даже молиться не умеют, а я пастор тут 18 лет. Но я хочу слушать, почему я не могу слушать вас? Вы умеете молиться? Слушаю? Что за да? Надо молиться. Слушаю вас. Ну ладно, хорошо. Смотрите где мы живем. Выходит ваш ребенок из дома. Что его ждет на улице? Весь мир лежит возле. И где он ходит в мире. И он идет. И демоны начнут перед ним. Ага, сюда, туда. нет, сюда, ко мне. И он идет. Если вы не будете стоять за него в молитве, он не выдержит давление зла, которое в мире. Весь мир лежит во зле. Если не сражаться, не молиться, это не только касается детей, себя, церкви. Вы знаете, что мы в битвах таких, я слышу историю интересную. Один пастор, по-моему, в России, он проповедовал, переводчица переводила, городе вообще давление большое. Девушка переводит, переводит, через час девушка упала, потеряло сознание, ее увели, она лежала, как парализованная, сказали, начал сосать палчики, как будто она ребенок, не выдержала духовные атаки, которая направлена была на пастора, который с ней проповедовал. Пастора выдержал, конечно. Знаете ли вы, вот я стою здесь проповедую, на меня направлено всякое всячину, все, что дьявол может придумать, я, когда я закончил Таиландию, приехал в Киев, я не помню, что когда-либо мне было так тяжело на душе, вы знаете, не за Крусед, Крусед, слава Богу, это чисто душевная, духовная давка. Я сидел, думал, слава Богу, что не кто-то из команд проходит через это, они, возможно, не выдержали бы. Дети ваши проходят через величайших атаков, эти атаки, чтобы они могли победить, требуется ваша молитва. Скажите Амин. Это не от того, что они глупые, что они делают некоторые вещи, это от того, что весь мир лежит возле, а им нужно жить в этом мире и не быть из этого мира, они маленькие еще, не соображают что где, и бывают сложно. Молитесь за ваших детей и не уставайте. Сестра Людмила, вы уже ищете своего ребенка? Это вы ищете молиться за ребенка уже? Хорошо. Она уже стала с места пошла искать ребенка, чтобы уже помолиться. Скажите, молиться за ребенка? Скажите, важно. Еще раз, молиться за ребенка? Скажите, супер важно. Молитесь за своих детей. Закажите им мужей и жен, когда они еще маленькие, в молитве. Закажите им хорошие жизни, в молитве, пока они маленькие. создайте им уют в молитве, пока они еще не начали ничего создать. Создайте им хорошее все, пока они еще ничего не начали молитвой. Ваша молитва может много чего сделать. Я видел, когда дети шли против родителей на 180 градусов и благодаря молитве они повернулись не сразу, потихоньку, через сон, проповедь, друг, подруга подсказала, книгу прочитала, газеты, журнал, фильм посмотрела. Бог начинает использовать все, что есть, потому что вы помолились, но когда вы не помолились, вы не даете, Бог хочет работать с вашими детьми. Молитва способна менять любую атмосферу в сердце, в жизни ребенка. Молитесь за ваших детей. Скажи да, аминь. Они слабые дети, они не выдерживают. Книга второзакония, шестая глава, книга второзакония, шестая глава. Халлилуйя, с первого стиха по шестой, по седьмой. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог наш, научить вас, чтобы вы поступали так, в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления его, и заповеди его, которые заповедуют тебе, чтобы соблюдал ты и сини твои, и сини сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Когда вы воспитываете детей в принципах Божьих, вы продлеваете им жизнь, как и себе, так и им. Заметите, что продлились дни твои. И когда вы сразу вложите принципы Божьи в ранном возрасте, вы им продлеваете жизнь. И говорить, они слишком моли, не могу им принципы Божьи, вы сокращаете их жизни. Дайте им Божьи принципы. Читаем дальше. Итак, слушай, Израиль, старайся исполнять, исполнить это, чтобы тебе хорошо было, заметьте, старайся. Вот, старание должно быть. чтобы тебе было хорошо, чтобы вы весьма размножались, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, и Он даст тебе землю, где молоко и мед. Четвертый стих, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь есть, един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем силами твоими, и да будут слова си, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Теперь седьмой стих. Внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая. Внушай эти слова детям твоим. ой, пастор Генри, ребенок же должен выбирать, что он хочет в жизни. Вы мне скажите, если есть яд и правильная еда, говорите ли вы, что ваш семилетний должен сам выбирать, что он хочет, яд или еду? Скажите мне. Когда человек мне говорит, мой ребенок должен сам выбирать с Богом или нет, это означает, он сам не убежден в Боге еще. Если я что-то увидел, и оно хорошее, я хочу, чтобы люди, которые для меня важны, они тоже пережили то, что я знаю, что оно хорошее. Если Бог для меня вопрос под вопросом, естественно, я детям говорю, как будто это не окончательно. Нет, Библия говорит, попробуйте, вкусите и узнайте, как благ Господь. Когда я узнал, что он благ, нет вопросов. Дети, варианты номер два, нет, это все. Внушать это значит, сейчас объясню, это значит, внушай детям твоим. Слава Богу, я не сразу не сказал, вдруг вас ограничил бы. Внушай детям твоим. Что это значит? Первое, сделай эти слова острыми, чтобы они проникли в сердце детей твоих. Вот это что означает? Первое значение этого слова. Сделай этих слов острыми настолько, чтобы они проникли мышление и разум твоего ребенка. Оказывается, можно сказать слова, и они не острые, и не попадают, и не проникают. Вот я вам проповедую очень часто, а то, что я проповедую, скажите мне, оно в Библии же или нет? вы же могли бы сам читать дома. А почему я проповедую? Почему вам легче слушать проповеди и потом становится живым слово? Потому что я беру слова из Библии, делаю их, обрабатываю, делаются они острыми, так, чтобы они могли проникнуть в ваши сердца. И после чего вы поверили, исселились. И Бог говорит, внушай, сделай эти слова, придумайте методы, второе значение, учи и рисуй их на умы и сердца детей твоих. Учи и рисуй на их умы. Как мы научим, как нарисуем, это уже дело творчества. тут нету ограничения, как нарисовать. Поэтому куклы для детей, говорит о Слове Божьем, уместны. Молтики христианские уместны. Вы знаете, я вам скажу о чем я мечтаю в жизни. Если бы я не был пастором, я бы создавал фильмы, между прочим. Давно у меня эта мечта жила во мне. Мы даже с Team Story договорились создать фильм один. Моя идея, не его. У него такой идеи, как у меня было, у него не было. Оно не касается Украины, поэтому я его никогда здесь не говорил. Когда я ему сказал идею о моем фильме, который я хотел, ему так понравилось, что он начал находить больших актеров американских, чтобы они подключились. А он ждет, чтобы я написал сценарий. И поэтому вы знаете, я сказал, если бы, а я же, я помню, однажды я читал книгу, которая, а там пишется, если ты можешь сказать, если бы, не я бы, значит, убери, если бы, и скажи, я сделаю. видео. И поэтому, если бы ушла, создам фильмы, наверное, точно, 100% создам, аллилуйя, аминь. Мне уже в Горловке, в Кировограде предлагали быть Иисусом смуглим. Вот я, когда смотрю на фильмы, они на меня, они на меня, много вещей остаются у меня в голове и в сердце. Иногда, когда я теряю настрой, вы знаете, что такое настрой? Настрой важен во всем. Я теряю настрой победителя, побеждающего, пробивного, который не боится ничего, никого. Вы знаете, что я делаю? Нахожу фильмы, где главный герой не боится ничего, никого, пробивается, добивается. Посмотрел, я готов. Оно на меня влияет. Вот я помню, смотрел, есть такой телеканал JCTV, это христианский, молодожный. Включил, нет ничего, делал, и там идет фильм про мальчика, который хотел развиваться в баскетболе. Как он работал? Каждый день он быстро делал уроки свои по школе, закончил, берет мячик и работает. И он как каждый день по 2-3 часа, каждый день по 2-3 часа, и через время у него мастерство повысился до такого уровня. И вот он приходит однажды на игру, и потом его поставили в команде Баушиха, он маленький. и он, они говорят между собой, главное сбить его. И если мы его травмируем с самого начала, чтобы его убрали, мы сможем побеждать. Притом же и его люди в команде хотели тоже с ним воевать. И я думаю, как несправедливо, но мальчик его не идет, потихоньку. и я понял, что в жизни надо снова, снова и снова пока не получилось. Твои по команде идут против тебя, двигайся все равно. Противник против тебя, двигайся все равно. Все идет как надо, двигайся все равно. Это настолько нарисовалось что-то в моем сердце. Фильмы рисуют. Не только хорошие фильмы рисуют на сердцах ваших детей. И плохие фильмы рисуют кое-что на сердцах ваших детей. Поэтому нужно выбирать, что они видят, что они слушают. Оно рисует. Музыка рисует. Книги рисуют. Много чего, что сегодня рисуют на умы и на сердца, наших детей. Поэтому мы не можем говорить о воспитании детей, если мы не регулируем, кто рисует и что рисуется на их сердцах. есть вещи, которые если ты не видел, тебе легче на душе гораздо. И поэтому написано учи и рисуй. Дьявол это знает. Поэтому что дьявол делает? Рисует, рекламами рисует, баннерами большими рисует. В городе, проедите по городу, все рисунки, которые в городе, ничего хорошего, мало что хорошее у них. Дьявол рисует капитально, сильно и разрушает детей. Вы знаете, я молился, многие люди спрашивают, Ген, ты молился за Украину? Да. Одно из вещей, что я делал. Вы знаете, каждый человек возвышает себя. Вот, если вы встречаете бизнесмены, бизнесмены считают, они самые умные, больше умных у меня нет. Встречаете юристов, они говорят, ага, вы умные, подождем, когда вы попадете в проблему, посмотрим, к кому вы пойдете. Юристы считают, что они самые умные, больше умных на земле нет. Но врачи смотрят, ну ладно, умничайте, заболеете, посмотрим, к кому вы пойдете. И врачи считают, что они самые умные. Я лично сторонник того, между прочим, и пастыря тоже хотели быть самыми умными, но, увы, Бог заранее написано, выбирает он, Бог выбирает глупого мира сего, и поэтому, повторяем, мы сразу дисквалифицировались в этом деле. А все основные самые умные. Потому что юристы варятся среди юристов. Для них эталон ума это юридический. Бизнесмен считает, что эталон ума это бизнес. Вот человек, который в бизнесе, это умный. Не обязательно. Все умные, между прочим. Когда я смотрю на врачей, это мое личное мнение, врач, он берет глазик, крутит там, что-то делает, и начинает видеть, для меня это, это надо знать. Но я все-таки считаю, что самые умные на земле это инженеры. Представляете? Умнений нету. Я понимаю, врачи, что вы там бизнесмены, вы все, но инженер вообще, особенно те, которые самолеты поднимают в воздухе. Я тоже должен свое тоже хвалить. Я авиатор, поэтому я понял, что все умные. но главный вопрос какой? Какие бы люди не были умные, когда мы имеем дело с детьми, когда мы рисуем перед детьми в их сердцах, в их мышлениях, в их все внутреннем, то, что рисуется на улице, оно ничего хорошего нет. Поэтому я считаю, что церковь должна не оставить людям, которые на улице, рисовать все, что они хотят. Мы должны нарисовать свое что-то. Должны быть баннеры христианские. Должны, оно может уклониться к того, но баннеры христианские. Что-то христианское должно быть. В интернете должно быть христианское. на радио должно быть все дохристианское. Пусть слушает, пусть рисуется что-то, пусть будет в наших сердцах, в сердцах детей. Надо нарисовать. Скажи да, амин. Если мы не нарисуем, для нас нарисуют. Вот я злился, потому что я молился за Украину. И я молился. В чем я молился? Потому что я видел, что в Украине дети заметили, что учиться не обязательно, чтобы зарабатывать деньги. Когда я заметил, что учиться детям стало неинтересно. Хотя юристы считают, что они умные, все равно нужны еще юристы. Нужны еще врачи, нужны еще инженеры. вы знаете, как иногда стыдно. Вот недавно я читал журнал, московский, по-моему, который было написано. Москва и Киев считали худшими научными городами мира. Основные там доволь какие, что все диссертации, которые делаются в Киеве, в Москве, сейчас одинаково. Копируют друг друга, за деньги покупают, и тогда оказывается весь мир об этом знает, мы все знаем. И поэтому развитие как таково чисто, это не значит, что все копируют, нет. Но из ста чистых, выходит может пять, может и меньше даже, остальная масса это чисто купленная пустота. И поэтому научно мы начнем деградировать. И когда дети заметили, что ты можешь заработать не участь, не развиваясь, лень взяла страну. И вот тогда я стал говорю, Боже, помилуй, какое общество будет, и с такой будет дальше. И мы будем рабы. Потому что как бы ни было, если есть вакуум у нас, рано или поздно наш вакуум где-то покажется. И поэтому молитесь за Украину в этом направлении. А родители внушайте детей, что это не метод жизни. Скажи да, аминь. Кто будет внушать детей, что спортом заниматься хорошо? Вы, но нужна атмосфера спорта в доме. Кто будет внушать детей, что воровать нельзя? Вы, но нужна атмосфера где нет воровства в доме. Вот важно, чтобы мы обучали, воспитывали и развивали. Вот почему нужно, чтобы мы нарисовали другие вещи в обществе. Через телевидение, через радио, через интернет. У тебя есть идея. Лидер не понимает твою идею. Начинай развивать. Улучшим на ходу. ждать, пока лидер поймет все обе интернета, когда сам никогда туда не входил. Это долго придется ждать. И поэтому двигаясь вперед, улучшим на ходу, поможем, подскажем, но ни в ком случае не останавливаясь. поэтому важно, чтобы мы внушали, говорили, тут говорится даже сидя в доме, идя дорогой, ложась, вставая. Нужно внушать, притом настойчиво все время, чтобы оно нарисовалось на мышление, на сознание, на взгляды этих детей. Создайте правильное мировоззрение в ваших детях, когда они еще маленькие. Скажи да, амин. И вот заканчивая все, я хочу вам дать несколько подсказок в этом вопросе. Первое, сознавай, что ты уже родитель. Надо сознать, надо, это многие люди, они живут и не помнят, не поняли, что они уже родители. Когда ты сознаешь, что родители, что нужно, создай время, даже и будет, чтобы ты был эффективным родителем. Когда я проявляю свое родительское умение, обязанность, когда? Надо время создать. Потому что нету родительских функций, нету времени для этого. Надо создать время. Это время, чтобы или с детьми сидеть, или с ними ехать, или с ними обсуждать, что угодно, но нужно создать время. Второе, обдумывай глубоко все вещи, которые ты собираешься делать, как родители. Ничего не делай от спонтанности. Смотрите, когда вы что-то говорите детям спонтанно, необдуманно, дети ваши слова будут обкручивать у себя в голове долго. Обдумывать. если вы просто бросили слово глупое, они его будут крутить неделю. Если она глупая, они обнаружат, что это глупая идея. Обнаружат. Вы одним махом, они обнаружат, потому что они обдумывают ваши слова. И поэтому сначала обдумывай все слова, и когда ты скажешь, дети обкрутят себя в голове и придет к выводу. А, оказывается, мама не глупая. Почему многие родители теряют свою авторитет перед детьми? Потому что они бросают слова недумая. А дети, когда вы им сказали какое-то слово, они сразу его обрабатывают. Если она глупая, они обнаружат обязательно, что не обдуманная. И потом вы теряете уважение. номер три. Не считай ребенка продолжение себя. Не надо считать, что продолжение меня. Ты понимаешь, я не закончил университет, я хотел врачом быть, и ты обязан. Знаете, я видел, по-моему, это называется Украина, мои таланты, или что-то такое, парень, который пел и выиграл. И его спрашивали, а папа хотел, нет, папа хотел, чтобы он был инженером, то ли кем-то, и даже бил его в буквальном смысле, когда он занимался пением. А взял и выиграл конкурс. А папа хотел, чтобы сын был продолжением папы. нет, сын это личность. Таланты, дари, которые в нем Богом дано, могут совпадать с папой, могут не совпадать. Он должен развиваться согласно его даров и талантов. Он не есть наше продолжение. Номер четыре. Радуйся своими детьми. а четверо Новый год. Каждому подарок. Откуда взять деньги? Нет, не так. Радуйся. Скажи, вау, есть кому дать подарок? Скажи это Амин. Есть люди, которые миллиардеры и некому дать даже открытку. И не знают что делать миллиардер. А у тебя есть радуйся. Когда тебе нечего делать, дети твои не твои враги. Это дарит Бога. Научи смеяться с детьми. Будьте серьезны со всеми. Но когда с детьми будь веселее. Скажите Амин. Я сегодня разговаривал с бухгалтерями. И они мне говорят, пастор Генри, когда вы были в Таиланде, мы в прямом эфире, у вас ни улыбки не было. Наверное, я был очень суровый. Вы меня боялись, да? Не боялись? Но я когда я на собрании крусей, я не вижу ничего никого. Я очень сосредоточен. Заняр свое. Но я представляю, что если бы в момент моего появился Джоник сказал, папа, можно кушать? Наверное, я бы сказал, ладно, сынок, сейчас разберемся. Вот будьте веселыми с вашими детьми. Скажите амин. Это единственные те люди, с кем вы можете снова повторить ваше детство. Вы понимаете? Вы можете валяться опять. Я видел рекламу, мне понравился, по-тебе Америка. Папа, дочь. Папа, высокий, два метра с чем-то, а дочь еще малюсенькая, первый класс, по-моему. И дочь практикуется, как вы знаете, в Америке у них, когда идут игры-игры, какие-то, выходят девочки маленькие, они там играются со своими этими и бегают. родители. И вот, родители должны были репетировать, а папа бизнесмен, два метра, огромный, машина дорогая стоит, и они с дочерью танцуют. И все соседи открывают окна, смотрят, и он вперед идет, они вдвоем и говорят, будьте, возьми время быть отцом. Эта дочь, она запомнит надолго. Когда я с вами, я не могу такой быть. Вы меня не поймете. Но часто хочется снова быть в детстве, вы понимаете? И Бог разрешил, могу с ними быть в детстве опять. Поэтому, где вы можете риться в песку, да? Где вы снова можете на машинке с детьми. Номер какой? Пять. Люби своих детей и веруй в них. Люби и веруй в них. И говорите им, верю в тебя. Никак игра, пустые слова, они ничего не делай. Искренно люби и веруй в них. Я верю, что получится. Вы знаете, когда я думаю об Иисусе Христе, как Он ушел с земли, на кого Он оставил все вопросы проповедительские? На 12, на 11 учеников. Плюс они добавили потом кого-то. какие? Которые дрались между собой, кто главный? Это называется риск. Но оказывается, законченной продукции нигде не бывает. И ваши дети, вряд ли получится из них законченный продукт, как вы хотели бы. Сотрудники, скажите, меня не законченный продукт. Нет, всегда вы найдете что-то не до конца. Вы когда-нибудь видели невесту в белое платье? Какое красивое! А она думает, там мы не успели, там мы не успели, там я знаю, там мы это. Всегда есть что-то незаконченное. А мы даже не видели, мы не знаем, мы только видели красоту. И получается, ты видишь, человек ходит по улице, красиво одет, думаешь, о, как красиво, а он оказывается думает, там носки, там не закончено, там все незакончено. И даже церковь Иисуса была незаконченная, когда Иисус ушел на небо, он оставил незаконченное, и смотрите, где она? Ваше служение не получится иметь законченные, подготовленные на все сто служителей. Нет, дайте им ходить, на ходу все получится. Скажите аминь. Потому что есть родители, которые не пущу тебя, пока ты не станешь как я. Стоп. Пусть идет. Это, между прочим, следующий пункт. Отпусти своих детей. научи их отпускать. Они не менее родителей. Отпусти их в руки Божьи. Потому что когда мы дерзим их слишком много, они мучаются. И последнее. Ожидай что-то хорошее и большое ожидая от детей твоих. Ожидая от них что-то большое, что-то сильное. Пусть твои ожидания, умеренные ожидания, вдохновляют их на чего-то большое. твои ожидания положительные, пусть дают их вдохновение на чего-то сильное. Бог желает, чтобы мы стали причиной правильного развития. Вот закончим этими словами. зло и добро, добро сильнее. Свет и тьма, свет всегда сильнее. Воспитание, укрепленные дети в этом обществе продвинутся больше в любом случае. Потому что там, где истина, где свет, оно сильное рано или поздно, оно начнет давить на плохое и создавать то, что надо. вложил то, что надо в ребенка, ты дал ему гарантию на победу, на успех в жизни. И за него переживать не приходится. Вложено в нем то, что надо. А если мы их отправляем как красивые вакуумы, их продавят везде. Они не готовы, не приспособлены, они будут всегда бежать мама. А мы не хотим воспитывать людей, которые на каждый вопрос к маме бегут. Надо вложить в них, как Бог с нами сделал. Он вложил в нас, и он в нас верит, и мы будем верить наших детев. И все сказали ... Давайте встанем. Халлилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Халлилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Давайте поднимем нашу реку к Богу. Господь, спасибо! Давайте начнем научиться молиться. Давайте поднимем наш голос, будем молиться. Молись, пожалуйста, молись. Кондария Масакамандория Масакамандория Просто поднимем свой голос высоко, высоко, и начинай молиться. Кондария Масакамандория Масакапапапапатория Начинай молиться, начинай молиться, начинай молиться. Да, Господь, да, Господь. Кондария Масакамандория Масакамандория Масакапапатория Спасибо тебе, Иисус, спасибо тебе, Господь, спасибо. Кондария Масакамандория И начинай молиться за детей своих сейчас. Начинаю молиться за детей. А пастор Геннер, у меня нету детей, молись за родителей тогда. Оно работает туда и сюда. Сейчас молюсь за своих детей. Нетいい детей, молись за родителей во имя Иисуса. Молись, чтобы воля Божия исполнилась в их жизни. Молись, чтобы планы Божии исполнились в их жизни. Молись, чтобы здоровье было в их жизни Молись за своих родителей, если нет детей Молись за детей, если есть дети Во имя Иисуса Прозвращай Божью защиту Божью защиту на них Во имя Иисуса Божья охрана Божье присутствие Божье содействие Во имя Иисуса Начинаешь сражаться за них Сражаться против дьявола Против демонических сил Этот мир лежит во зле И это зло пытается Себя привязывать к твоим детям Надо сражаться против этого зла Во имя Иисуса Сражаться против этого зла Да, Господь, мы молимся Останови это зло Оно с утра до вечера Каждый день Пытается себя прилепить к твоим детям А ты начнай сражаться Ты начнай сражаться Ты начнай сражаться Ты начнай сражаться Во имя Иисуса Кондария Масокопопотория Масокопотория Кендария Масокопотория Дьявол понимает язык власти Дьявол понимает язык власти Со властью Молись за своих родителей Со властью За детей своих Во имя Иисуса Да, Господь, мы благодарим Тебя, начиная проложить путь Твоим детям, провозглашай в их жизни то будущее, которое Ты желаешь видеть в них во имя Иисуса. В будущее успеха, в будущее надежности во имя Иисуса, в будущее Твоего ребенка, в будущее Твоего ребенка во имя Иисуса. Мы сегодня с вами читали Библию, там написано, и сыны ваши, и их сыны, молись за будущее, дети Твоих детей, во имя Иисуса. И туда проложи путь правильный, дети Твоих детей, начинай благословлять их во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя, отец, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя, Господь, во имя Иисуса. Если вы родители, и вы где-то обнаружили, что вы не так с детьми своими и относились, две вещи нужно делать. Первое, сейчас проси Бога прощения, Господь, прости меня, что я не так воспитывал своих детей. И найдя этих детей, скажите, дети, есть вещи, которые я не успел вам говорить, есть вещи, которые я не успел с вами делать, У вас есть свободное время, используйте его для ваших детей, создайте атмосферу, в которой они смогут развиваться полноценно, где они смогут быть людьми успеха, Божьими людьми, люди, знающие Божьи принципы, знающие принципы жизни, во имя Иисуса. Это нужно усилия предлагать. Даже если дети ваши отворачиваются от вас, это не так, как мы сделали с Отцом Небесным. Человеки отвернулись от Бога Отца, а что Он сделал? Он так возлюбил нас и отдал Сына Своего, и вернул нас. Не ждите шаг от детей, делайте первый шаг. Так Бог Отец с нами поступил. Он сделал первый шаг. Он проявил Свою любовь к нам. Он отдал Сына Своего Единородного. И вы делайте первый шаг к вашим детям. Если они сразу не реагируют, так и мы. Сразу мы не реагировали на любовь к Божию. Мы отказывались, мы уходили, но Бог настойчиво продолжал нас любить, пока мы не реагировали. Продолжайте с вашими детьми, пока они не начнут реагировать, потому что мы отцы, мы мамы, мы родители. Во имя Иисуса, Господь, я провозглашаю Твои благословения на всех родителей, на те, у кого есть дети, и на те, у кого будут дети. Во имя Иисуса, на те, у кого еще семьи не создали. Я благословляю их на создание семьи и на появление детей в семье. Во имя Иисуса. Боже, там, где семья и нет детей, Боже, я провозглашаю чудо зачатия ребенка. Во имя Иисуса. Боже, я прошу там, где разногласия вражда между родителями и детьми. И прошу чудо во имя Иисуса. Примирение, возвращение сердца отцов к детям, сердца детей к отцам во имя Иисуса. Боже, массовое примирение между родителями и детьми во имя Иисуса. Господь, я благодарю Тебя. Я связываю дух насилия в семье во имя Иисуса. Боже, я благодарю Тебя. Поклоняюсь Тебе, Господь. Благословляю всех детей, представленных в этой церкви. Благословляю всех детей, которые появятся через верующих в церкви. Благословляю тех детей, которые появятся через семьи, которые создадутся в церкви. Во имя Иисуса. Боже, пусть полнота Твоя будет, защита Твоя будет, охрана Твоя будет, сила Твоя, содействие Твое, благословения Твои. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Халлилуйя. И вся церковь доскажет. Слава Господу. Дайте аплодисменты Господу. Пусть вас Бог благословит. С миром Божьим. Пусть вас Бог благословит.